Итак, продолжаем изучение работы Иосифа Ивановича Сталина к вопросам ленинизма. На прошлом занятии мы с вами рассмотрели главу 4-ю пролетарской революции «Диктатура пролетариата», в которой Иосиф Иванович осветил, в чем состоят характерные черты пролетарской революции и ее отличия от революции буржуазной. Теперь предлагаю рассмотреть 5-ю главу, которая названа автором «Партия и рабочий класс в системе диктатуры пролетариата». Вот такое ее название. О чем здесь хотел сказать Иосиф Иванович? Он говорит, что теперь нам нужно поговорить о диктатуре пролетариата с точки зрения ее строения, с точки зрения ее механизма, с точки зрения роли и значения тех приводов, рычагов и направляющей силы, совокупность которых составляет систему диктатуры пролетариата. И при помощи которых осуществляется повседневная работа диктатуры пролетариата. То есть, что собой представляет диктатура, в чем ее структура, вот о чем в этой главе рассказывает Иосиф Иванович. И далее он разъясняет, вот назвав такие понятия как приводы, рычаги и направляющая сила, он разъясняет, что рычаги или привода это те самые массовые организации пролетариата, без помощи которых невозможно осуществление диктатуры. Направляющая сила это передовой отряд пролетариата, это его авангард, являющийся основной руководящей силой диктатуры пролетариата. Эти привода, рычаги и направляющая сила необходимы для пролетариата потому, что без них он оказался бы в своей борьбе за победу в положении безоружной армии перед лицом организованного и вооруженного пролетариата. Извините, капитала. Перед лицом организованного и вооруженного капитала. То есть для того, чтобы победить организованный капитал, пролетариату тоже нужна своя организация. Нужны соответствующие привода и рычаги, как назвал Иосиф Иванович. И далее он разъясняет, что же это за организации и говорит, это во-первых профсоюзы рабочих с их разветвлениями в центре и на местах в виде целого ряда производственных, культурных, воспитательных и иных организаций. Они объединяют рабочих всех профессий. Это есть организация не партийная. Профсоюзы можно назвать поголовной организацией господствующего у нас рабочего класса. Они являются школой коммунизма. То есть мы помним в советское время, кто еще застал, что всегда профсоюзы называли школой коммунизма. Видимо первое такое название дал, наверное, скорее всего и Северонович профсоюзам, что не школа коммунизма. Далее, во-вторых, это советы с их многочисленными разветвлениями в центре и на местах в виде административных, хозяйственных, военных, культурных и других государственных организаций, плюс бесчисленное множество самочинных массовых объединений трудящихся, облегающих эти организации и соединяющих их с населением. Советы есть массовая организация всех трудящихся города и деревни. Это есть организация не партийная. Советы есть прямое выражение диктатуры полетариата. Через советы проходят все и всякие мероприятия по укреплению диктатуры и строительства социализма. Далее, в-третьих, говорит Иосиф 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 Иосифович, это кооперация всех видов со всеми ее разветвлениями. Это есть массовая организация трудящихся. Организация не партийная, объединяющая их прежде всего как потребителей, а также с течением времени и как производителей. Прежде всего, он видит здесь как сельскохозяйственную кооперацию. И в-четвертых, говорит Иосиф Иосиф Иосифович, это союз молодежи. Это есть массовая организация рабочей и крестьянской молодежи. Организация не партийная, но привыкающая к партии. Она имеет своей задачей помощь партии в деле воспитания молодого поколения в духе социализма. Она дает молодые резервы для всех остальных массовых организаций пролетариата по всем отраслям управления. Вот такие рычаги и привода, 4 назвал Иосиф 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 Иосифович, и продолжает. И, наконец, это партия пролетариата, его авангард. Ее сила заключается в том, что она вбирает в себя всех лучших людей пролетариата из всех его массовых организаций. Ее назначение состоит в том, чтобы объединять работу всех без исключения массовых организаций пролетариата и направлять их действия к одной цели, к цели освобождения пролетариата. Но объединять и направлять работу массовых организаций пролетариата способен лишь авангард, его партия. Только партия пролетариата, только партия коммунистов способна выполнить эту роль основного руководителя в системе диктатуры пролетариата. То есть, здесь он назвал сначала привода и рычаги, через которые осуществляется диктатура пролетариата. И в конце он назвал партию как направляющую силу. Далее, он подводит небольшой итог, сказанного выше. Говорит, что и так, профсоюзы как массовая организация пролетариата, связывающая партию с классом, прежде всего по линии производственной, Советы как массовая организация трудящихся, связывающая партию с этими последними, прежде всего по линии государственной, Кооперация как массовая организация, главным образом крестьянство, связывающая партию с крестьянскими массами, прежде всего по линии хозяйственной, по линии вовлечения крестьянства в социалистическое строительство. Союз молодежи, как массовая организация рабочей и крестьянской молодежи, призванная облегчить авангарду пролетариата, социалистическое воспитание нового поколения и выработку молодых ресурсов. И, наконец, партия, как основная направляющая сила в системе диктатуры пролетариата, призванная руководить всеми этими массовыми организациями, такова, в общем, картина механизма диктатуры, картина системы диктатуры пролетариата. Без партии, как основной руководящей силы, невозможно сколько-нибудь длительная и прочная диктатура пролетариата. Делает такой вывод Иосиф Исайлович Сталин и говорит, это, конечно, нельзя понимать так, что партия может или должна заменить профсоюзы, советы и другие массовые организации. Партия осуществляет диктатуру пролетариата, но она осуществляет ее не непосредственно, а при помощи профсоюзов через советы и их разветвления. Без этих приводов сколько-нибудь прочная диктатура была бы невозможна. То есть партия, как руководящий орган, через привода проводит свою политику. И далее, высшим выражением руководящей роли партии, например, у нас в Советском Союзе, вы помните, это было написано уже в 1926 году, у нас в Советском Союзе, в стране диктатуры пролетариата следует признать тот факт, что ни один важный политический или организационный вопрос не решается у нас, нашими советскими и другими массовыми организациями без руководящих указаний партии. В этом смысле можно было бы сказать, что диктатура пролетариата есть по существу диктатура, в кавычках он берет это слово, его авангарда, диктатура его партии, как основной руководящей силы пролетариата. Но это, однако, не следует понимать так, что между диктатурой пролетариата и руководящей роли партии, то есть ее диктатурой, можно провести знак равенства, что можно отождествить первую со второй, что можно подменить первую и вторую. И отвечает на это, что нет, нельзя. И вот почему, говорит Иосиф Кастерилович. Во-первых, он сразу ссылается на Ленина. Ленин вовсе не отождествляет руководящую роль партии с диктатурой пролетариата. Он говорит только о том, что лишь сознательное меньшинство, то есть партия, может руководить широкими рабочими массами и вести их за собой. Что именно в этом смысле под диктатурой пролетариата мы понимаем в сущности диктатуру его организованного и сознательного меньшинства. Если партия проводит диктатуру пролетариата, и в этом смысле диктатура пролетариата является в сущности диктатурой, опять в кавычках, его партии, то это еще не значит, что руководящая роль партии тождественна с диктатурой пролетариата. Что первая равняется второй по своему объему. Не нужно доказывать, что диктатура пролетариата по объему шире и богаче руководящей роли партии. Партия проводит диктатуру пролетариата, но она проводит диктатуру пролетариата, а не какую-либо иную. Это вот что во-первых. Во-вторых, почему нельзя смешивать диктатуру партии и диктатуру пролетариата. Во-вторых, ни одно важное решение массовых организаций пролетариата не обходится без руководящих указаний со стороны партии. Это совершенно правильно. Но значит ли это, что диктатура пролетариата исчерпывается руководящими указаниями партии? Значит ли это, что руководящие указания партии можно отождествить ввиду этого с диктатурой пролетариата? Конечно, не значит. Диктатура пролетариата состоит из руководящих указаний партии, плюс проведение этих указаний массовыми организациями пролетариата, плюс их притворение в жизнь населением. То есть не только дать указания, но их нужно еще и притворить в жизнь. Между руководящими указаниями партии и их притворением в жизнь лежат, следовательно, воля и действия руководимых, воля и действия класса, его готовность или нежелание поддержать такие указания, его умение или неумение провести эти указания, его умение или неумение провести их так именно, как требует этого обстановка. Это вот что, во-вторых, почему нельзя смешивать. И в-третьих, опять Иосиф Иосиф Иосифович ссылается на Владимира Ильича Ленина, он говорит, диктатура пролетариата есть классовая борьба победившего и взявшего в свои руки политическую власть пролетариата. В чем может выразиться эта классовая борьба? Она может выразиться в ряде вооруженных выступлений пролетариата против вылазок свергнутой буржуазии или против интервенции иностранной буржуазии. Она может выразиться в гражданской войне, если власть пролетариата еще не упрочена. Она может выразиться в широкой организаторской и строительной работе пролетариата с привлечением к делу широких масс после того, как власть уже упрочилась. То есть основная задача диктатуры пролетариата после того, как политическая власть упрочилась это расширенное строительство социализма. Эту мысль надо обязательно иметь в виду. Во всех этих случаях действующим лицом является пролетариат как класс. Не бывало, чтобы партия, одна только партия, устраивала все эти выступления исключительно своими собственными силами без поддержки класса. Вот много у нас сейчас таких, кто заявляет, вот мы скоро победим на выборах и организуем диктатуру пролетариата. Нет, ребята, пока партия не получит, которая заявляет это поддержку класса, все это бесполезные заявления. Ну и в четвертых, почему нельзя смешивать диктатуру партии и диктатуру буржуазии. Партия осуществляет диктатуру пролетариата. Партия это непосредственно правящий авангард пролетариата. Это руководитель. В этом смысле партия берет власть, партия управляет страной. Но это нельзя понимать так, что партия осуществляет диктатуру пролетариата помимо государственной власти, без государственной власти. Что партия правит страной помимо советов, не через советы. Это еще не значит, что партию можно отождествить советами с государственной властью. Партия есть ядро власти, но она не есть и не может быть отождествлена с государственной властью. И в пятых, понятие диктатуры пролетариата есть понятие государственное. Диктатура пролетариата обязательно включает в себя понятие насилия. Без насилия не бывает диктатуры. Если диктатуру понимать в точном смысле этого слова, Ленин определяет диктатуру пролетариата как власть, опирающаяся непосредственно на насилие. Говорить ввиду этого о диктатуре партии в отношении класса пролетариев и отождествлять ее с диктатуры пролетариата, это значит говорить о том, что партия должна быть в отношении своего класса не только руководителем, не только вождем и учителем, но и своего рода диктатором, применяющим к нему насилие. Это, конечно, в корне неправильно. Поэтому, кто отождествляет диктатуру партии с диктатурой пролетариата, тот молчаливо исходит из того, что можно строить авторитет партии на насилии в отношении рабочего класса, что абсурдно и совершенно несовместимо с ленинизмом. Авторитет партии поддерживается доверием рабочего класса. Доверие же рабочего класса приобретается не насилием, оно только убивается насилием, а приобретается правильной теорией партии, правильной политикой партии, преданностью партии рабочему классу, ее связью с массами рабочего класса, ее готовностью и ее умением убеждать массы в правильности своих лозунгов. И, назвав вот эти пять причин, Иосиф Иоаннович говорит, а из этого следует то, что, первое, Ленин употребляет слово диктатура партии не в точном смысле этого слова, то есть власть опирающаяся на насилие, а в переносном смысле ее безраздельного руководства. Второе. Кто отождествляет руководство партии с диктатурой пролетариата, тот извращает Ленина, неправильно присваивая партии функции насилия в отношении рабочего класса в целом. Третье. Кто присваивает партии неприсущие ей функции насилия в отношении рабочего класса в целом, тот нарушает элементарные требования правильных взаимоотношений между авангардом и классом, между партией и пролетариатом. Что это значит? Это значит, во-первых, что партия должна чутко прислушиваться к голосу масс, что она должна внимательно относиться к революционному инстинкту масс, извините, к революционному инстинкту масс, что она должна изучать практику борьбы масс, проверяя в этом правильность своей политики, что она должна, следовательно, не только учить, но и учиться у масс. Это вот, во-первых, что говорит Иосиф Виссарионович. И во-вторых, это значит, что партия должна изо дня в день завоевывать себе доверие пролетарских масс, что она должна своей политикой и своей работой ковать себе поддержку масс, что она должна не командовать, а убеждать, прежде всего, облегчая массам, распознать на собственном опыте правильность политики партии, что она должна, следовательно, быть руководителем, вождем, учителем своего класса. И подтверждение этих мыслей, он опять, Иосиф Виссарионович, переводит слова Владимира Ильича Ленина. Диктатура пролетариата, говорит Ленин, есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества. Сила привычки миллионов и десятков миллионов – самая страшная сила. Без партии, железной и закаленной в борьбе, без партии, пользующейся доверием всего честного в данном классе, без партии, умеющей следить за настроением массы и влиять на него, вести успешно такую борьбу невозможно. То есть партия должна четко представлять свои задачи и уметь их решать. В этом я вижу смысл вот этого высказания Владимира Ильича, который приводит Сталин в своей работе. И далее, опять же, он продолжает мысль Владимира Ильича Ленина. Для успеха победы над капитализмом требуется правильное соотношение между руководящей коммунистической партией, революционным классом-бролитериатом и массой, то есть всей совокупностью трудящихся и эксплуатируемых. Только коммунистическая партия, если она действительно является авангардом революционного класса, если она включает в себя всех лучших представителей его, если она состоит из вполне сознательных и преданных коммунистов, просвещенных и закаленных опытом упорной революционной борьбы, если эта партия сумела связать себя неразрывно со всей жизнью своего класса, а через него со всей массой эксплуатируемых, и внушить этому классу и этой массе полное доверие. Только такая партия способна руководить пролетариатом в самой беспощадной, решительной, последней борьбе против сил капитализма. То есть, вот из этих высказываний, двух высказываний, которые привел Сталин, высказывали Владимир Владимирович Алинец, опять же мы должны сделать вывод, что пока у партии, претендующей на звание коммунистическое, не будет тесной связи с массой, с пролетарской прежде всего массой, и умение выражать эти коренные интересы пролетариата, и сжиться с пролетариатом, без этого ни в какой социалистической революции, ни в каком социализме мечтать бесполезно. И вот приведя эти высказания Владимира Ильича Ленина, Иосиф Виссарионович делает такой вывод и говорит, что из этих цитат следует, что, первое, авторитет партии и железная дисциплина в рабочем классе, необходимые для диктатуры пролетариата, строятся не на страхе или неограниченных правах партии, а на доверии рабочего класса к партии, на поддержке партии со стороны рабочего класса. Второе. Доверие рабочего класса к партии приобретается не сразу и не посредством насилия в отношении рабочего класса, а длительной работой партии в массах, правильной политикой партии, умением партии убеждать массы в правильности своей политики на собственном опыте масс, умением партии обеспечить себе поддержку рабочего класса, вести за собой массы рабочего класса. Третье. Без правильной политики партии, подкрепленной опытом борьбы масс и без доверия рабочего класса, не бывает и не может быть настоящего руководства партии. И четвертая партия, ее руководство, если она пользуется доверием класса, и если это руководство является настоящим руководством, не могут быть противопоставлены диктатуре пролетариата, ибо без руководства партии, то есть диктатуры, можно сказать, партии, пользующиеся доверием рабочего класса, невозможно сколько-нибудь прочная диктатура пролетариата. Без этих условий авторитет партии и железной дисциплины в рабочем классе есть либо пустая фраза, либо чванство и авантюра. Вот на этом выводе Иосифа Иссо-Реоновича я бы хотел сегодня закончить изложение содержания первой части пятой главы, и давайте обсудим, может какие-то возникли вопросы, может что-то непонятно, что-то стоит разъяснить и обсудить. Давайте, Михаил Иссо-Реоновича. Это важно, что мечтать о коммунизме никто не мешает, просто реализовать его невозможно. Да, что его нужно организовать, а чтобы организовать, нужно организовать класс, понимаете, нужно сделать так, чтобы пролетариат из класса в себе, как говорили марксисты еще, ленинцы, из класса в себе в класс для себя, чтобы он научился за себя бороться, чтобы у него появился опыт борьбы. Вот тогда только о чем-то можно мечтать. Вот этим и должны заниматься коммунисты. Не где-то там заседать в парламентах, там где-то еще, а учить класс в борьбе, и участвовать вместе с ним в борьбе, и помогать ему, и в общем-то, являясь коммунистами, должны являться наиболее сознательной частью, и руководить этой борьбой, по мере сил, конечно. Вот так и надо понимать, Михаил Иссо, я не знаю, ты это хотел сказать? Нет, я к тому, что, чтобы люди к нам потянулись, мы будем заматерить. Заматерить можно либо через страх, ну то есть нам будут, нас боятся, либо чтобы мы добились так, что к нам шли, это надежно найти у нас спокойствие. А к нам пойдут только тогда, ну к нам ты имеешь ввиду коммунистов, к коммунистам пойдет пролетариат только тогда, когда сами коммунисты пойдут в пролетариат, и будут жить тем, вместе с ним теми задачами, которые стоят перед пролетариатом, теми жизненными интересами. Вот в чем суть-то этого, о чем тут говорил Василий Федорович в этой работе. Там большая часть работы посвящена просто политике, то есть смысл политологов, ну, в смысле, всех, кто захотел в партию, это все-таки чувство, чем живет масса, и работать с массой. Да, все правильно. Правильно. Прежде всего с пролетариатом, уже там через рычаги, о которых говорил Сталин, и с остальной трудящейся массой. Но прежде всего партия должна быть авангардом пролетариата, самого передового класса в капиталистическом обществе. Вот так надо, я так понимаю, то, что было сказано здесь, в этой главе. Существует очень интересное мнение, которое у нас даже на кружке пару лет назад одно поднималось и обсуждалось, как раз по поводу профсоюзов и партии. И мнение примерно следующее, что, конец Советского Союза, партия давлела над профсоюзами настолько, что когда партия начала сыпаться, профсоюзы начали сыпаться вместе с ней, и не высказали как раз интересы класса в салитариях, не стали бороться с партией, переродившейся, не стали ставить свои классовые интересы. Здесь я не знаю, я может немножко заблуждаюсь, но я считаю, что верхушка как профсоюзная, верхушка не самая профсоюзная организация, не партия как авангард, а верхушка партии, они оторвались от коренных интересов пролетариата. И профсоюзная, поэтому, тут предупреждал Сталин, и поэтому не получилось взаимопонимание у той верхушки, у тех верхушек, что у профсоюза, что у партии, и у трудящейся массы. То есть не получилось взаимопонимание, и как бы масса пролетарская перестала доверять вот этой верхушке, которая не соответствовала коренным интересам. Вот так я понимаю. В этом причина была, в этом была причина. Что она слишком забюрократилась, вот, и больше пеклась о своих интересах эта верхушка, в том числе и профсоюзная, и партийная, чем об интересах рабочего класса. Вот, видимо, в этом причина. Может быть, я не прав, но я считаю так. Комптировал в партократии? Ну, можно и так сказать. Но они же потом пытались выводить некоторые. Что? Мы выводить людей же пытались не пытались. Что за все выводить? Да, некоторые выходили на те же поступки, те же актеры, ну, да, ну, да, то есть не все забюрократились, и все-таки сверху. Кто-то, кто-то, не все же, кто-то же и возродил после расстрела советской власти, кто-то же возродил коммунистические партии. Правда, конечно, не так все просто исторически сложилось. Но кто-то, кто-то же остался верен в арксизму и научному пониманию. Вот, о чем говорил Марс, о чем говорил Ленин, о чем говорит в этой своей работе Сталин. Кто-то же остался верен научному пониманию всего происходящего в обществе. В этом плане, наверное, стоит добавить тот факт, что верхушка профсоюза, которая переродилась в ФНПР, она в советских профсоюзах получила очень большой итог собственности. И, собственно, они очень долгожили. И теперь они тоже эксплуататоры. То есть там экономические интересы все-таки у них появятся. Теперь они тоже эксплуататоры, так же, как и собственники предприятий всяких там, Мордашова, Потанина и прочее. То есть, как политическая, партийная власть дербанила свои, профсоюзная верхушка дербанила свои. Похоже, что так. Да, да. А про интересы рабочего класса как-то... Там сейчас, по-моему, кстати, суд идет над этим. Так, а суд чей, буржуазный что ли? Буржуазия себя никогда не обидит. На профсоюз, знаете, какого-то, ФНПР, в том, как главный... Шмаков? Шмаков, да. Чего-то там за махинацией. Такую... Кто-то не поделился. Все суды буржуазные заключаются в том, что кто-то с кем-то не поделился. С кем-то надо было поделиться. Опять же, Шмаков чувствовал для себя сейчас неплохо, да, он там заседает при правительстве кем-то. Ну да, конечно. Какие-то у него посты. Опять же, если махинации... Раз в усовственник. Раз в усовственник. воду уйти, где есть, что получить. В этом плане, вот, как пройти по той тонкой грани, да, когда профсоюзы, они, конечно, объединение рабочих, но чтобы партия их с одной стороны подавляла, с другой стороны не сильно. Ну, как сказал Сталин, что партия должна не только учить, но и учиться о масс. Вот тут же мы только что об этом говорили. Школа, где может людей учиться о масс тоже надо. Да. И не забывать об интересах партии, да, об интересах партии, Интересах партии или интересах класса? Я говорю о верхушке, может быть, оговорился, я говорю о верхушке, о руководителях. Кстати, я видел сегодня статью из Камбурга, как она называется, потом понял, что-то Сталина о само критике. Там, оказывается, говорит, что вот могут победить оппозицию, но это не повод нам расслабиться и отказаться в само критике. Да, может быть, он одет у него. Да, потому что там сегодня находил в Советской России сначала что есть еще вопрос. Поработе желательно. Ну да, нет, о том, о чем мы говорим, о роли партии, о роли класса. Давайте его за аппетитацию ставим эти вопросы. Нет же порой не может? Можно ответить на вопросы, которые были заданы на предыдущем. А я в прошлый раз в записи так и не видел, что где-то были вопросы. И в этот раз нет. Что-то у нас иногда с вопросами надо будет разобраться.